Динамично развиваемся и по некоторым показателям показываем очень хорошую динамику. Такими словами начал свой доклад президенту страны Глеб Никитин. Растет промышленность, повышается производительность труда, меняются общеэкономические тенденции. На что нужно было бы обратить дополнительное внимание? Все серьезные реперные точки, которые я для себя оставил, они пройдены в графике. Одним из серьезных прорывов в экономике региона Глеб Никитин считает повышение производительности труда на 12%. И связывает это с тем, что Нижегородская область один из семи регионов, которые входят в пилотную зону программы «Эффективная губерния». Мы начали с промышленности, сейчас у нас в пилотной зоне уже 100 организаций, не всех, но большинства секторов экономики. То есть это социальная сфера, то есть даже социальные учреждения, в других регионах этого нет. Школы, медицинские учреждения, несколько министерств. В принципе, это модель выхода на эффективное правительство, так называемое. То есть это программа «Эффективная губерния». Минэкономразвитие, который курирует национальный проект, реально считает нас лидерами в этом вопросе. Производитель труда выросла на 12%. Важен, конечно, прирост инвестиций. Я очень надеюсь, что показатель 5% показывает, что мы в правильном направлении двигаемся, потому что 70-е место абсолютно недостойно Нижегородской области. Мы провели две уже бизнес-миссии ОСИ, составили дорожную карту. У нас выработка, отгрузка в реальных секторах экономики выросла на 12% по этому полугодию. Особое внимание глава региона обращает на развитие материально-технической базы, социальной сферы и социальной сферы как таковой. «Есть некоторые вопросы, которые могут быть решены быстро, связанные с оборудованием реабилитационного центра нашего, а также с развитием системы поездов здоровья, которые мы уже запустили. Я два поезда здоровья сейчас запустил. Огромный спрос и огромные положительные отзывы. Тысячи человек на госпитализацию, на дообследование, выявлено онкологические заболевания на ранней стадии». На вопрос Владимира Путина, есть ли какое-то одно направление, которое выстрелило, Глеб Никитин отмечает положительное влияние, которое оказал на развитие области, прошедшее этим летом чемпионат мира по футболу. «Чемпионат мира, который я отмечу в одном из слайдов, который тоже дал, безусловно, экономике импульс и стимул. Ну и хотелось бы думать, что и наши усилия совместные, и правительство Российской Федерации, и правительство Нижегородской области свои плоды дают. В части туризма мы развиваем сейчас кластер Арзамас-Ров-Дивеева. Мы хотели бы создать туристический кластер, который включает в себя, естественно, развитие транспортно-логистической сети, создание центра размещения туристов в Арзамасе, мультимодальный маршрут железнодорожный, автобусный, который ведет туристов из Арзамаса в Дивееву». Важное место в развитии региона отводится развитию комфортной городской среды и созданию общественного культурного пространства. «Я с вами говорил в декабре, вы поддержали, сказали, что это важная тема для развития городов, и мы с тех пор с Минокровым развития, с Домом РФ и со Стрелкой разработали, собственно, концепцию восстановления исторических центров. Владимир Ильич, я направил свое предложение в правительство, думаю, что было бы неплохо включить в федеральный проект «Городская среда» — отдельный проект восстановления нескольких пояса российских городов, их центров, чтобы они стали центром притяжения для туризма, чтобы надо тот потенциал, который чемпионат мира по футболу создал, использовать и развивать». В рамках реализации федерального проекта в регионе создан Институт развития городской среды, который разрабатывает проекты общественных пространств. Четыре города Нижегородской области оказались среди 80 победителей конкурса, который проводил Минстрой по малым и историческим городам. Это второй результат по стране. Анастасия Рябова, Время новостей.